Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, очень многих, конечно, ошарашила эта новость народный артист Александр Филипенко, известный по многим-многим фильмам, в том числе экранизатор роман Булгакова «Мастер и Маргарита» Азазелла. Он играл, сбежал из России, как сказала дочь, одел свою вышиванку или нашел там свою вышиванку. Здесь появилась интересная версия романа Худюко, бывшего парламентария, которая говорит о том, что его могут использовать, человек больной, дочь живет в Латвии, и она может, так сказать, специально как-то использовать его в антироссийской вот этой всей истерии. Но, тем не менее, Филипенко сам обратился к россиянам, из театра моссовета его поперли, значит, и, собственно говоря, он обратился к гражданам, сказал, «Иногда закончившийся контракт – это просто закончившийся контракт», написал он в соцсети. Он заявил, что ничего общего с историей Охиджаковой в театре «Современник» его история не имеет. Тем не менее, известно, что он подчеркивает, что у него сохранились о работе в театре только самые добрые, теплые воспоминания. И его, вы знаете, обвиняют в предательстве, очень многие уже сказали, Бортко выступил, сказал, что ну уж от него я не ожидал, прям профессиональный, так сказать, некоторые говорят, предатель. Но дело все в том, что у него были высказывания против, и их печатали, и эту вышиванку надевал, как пишут некоторые в память о киностудии Довженко, но он уехал. Понимаете, то есть говорить, сейчас уехал, сбежал, или что там он еще сделал, я не знаю. Но факт в том, что, понимаете, просто нужно анализировать. Человек выскался против, так, так. Человек одел его шванг, сфоткался в ней, написал, что это в память о сопредельном государстве, о его друзьях в сопредельном государстве. Но это же классическая схема, как они все делают. Последний уволился из театра, уехал, ну все. Или там его поперли из театра. Мне, в принципе, все, мне кажется, понятно всем, все, как это происходит. Как не называя, это прямо, мне кажется, с самого первого дня, как Пугачева сказала, отвечая батюшке Ткачева, о том, что лечение, отдых, еще что-то там не называется, эмиграция. Но сейчас мы знаем, где она находится. Поэтому все они, собственно говоря, просто поехали на пару недель на, что называется, проветриться и посидеть, чагу попить и, что называется, встретимся через неизвестно сколько. Но, тем не менее, он обратился, сказал, что не надо придумывать. Я просто уехал за границу и вот, имеется в виду, на время. И иногда просто контракт закончившийся означает контракт, потому что меня никто не гнал, и вот такие дела. Чулпан Хаматова также обращалась, говорила, что не надо, мы все прекрасно все потом узнали. Друзья, интересно ваше мнение, что думаете на все еще? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии, в описании к видео. Для поддержки канала, кому нравится мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7, плюс мои ролики на социальные и политические темы. Друзья, здесь на ютюбе есть канал, он тоже называется Будда Гришна. Новости, он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.